Здравствуйте! Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Ольга Польская. Я расскажу немножко о себе, об одной стороне своей жизни. О том, как я дошла до практически полного отказа от таблеток. Начала задумываться о фитотерапии давно, даже тогда названия такого не знала. Мне было чуть больше 20 лет. В доме появились справочники по травмам, мне стало интересно, ну и кое-что я там применяла. Потом, когда родились дети, их у меня трое, я опытным путем выяснила, что простуды и ОРЗ проходят гораздо быстрее и без последствий, если не пить антибиотики. А тогда ими пичкали постоянно. Но дети таскали всякую заразу из сада, сами себя заражали по несколько раз. В общем, это был такой лазарет дома. Так, антибиотики я практически не использовала, только в редких случаях, когда без них уже нельзя обоходиться. Ну, это когда гнойная ангина там или еще что-нибудь. Ну, я старалась использовать народные средства. У нас в аптеке стали продавать травмные настойки до разных случаев, я их брала. Еще мне соседка подсказала народный рецепт. Вот это как раз вот реально помогало, настойки там было непонятно, по-моему, это больше для очистки совести. Рецепт это луковый сок с медом. Ну, вот пропорции я уже забыла. Я помню, что там надо было где-то то ли по пол чайной ложечки пить, то ли по чайной ложечке. Ну, все, все равно и вылетело у меня из головы. Ну, и какие-то витамины пили. То, что в аптеке покупали. Это было где-то начало-середина 90-х. Вот как раз во второй половине 90-х я попала в сетевую компанию с очень качественными продуктами. Там были БАДы, витамины, ну, еще много чего. И вот когда я начала принимать это, я почувствовала разницу между аптечными витаминками и настоящими качественными витаминами. Это было какое-то чудо. Нормализовался сон, я стала высыпаться, у меня перестала болеть постоянно голова, потому что просто у меня перенапряжение было, как трое детей, разница между первым и третьим, и три года. У меня нормализовался аппетит. И, ну, вообще, я себя как-то энергично почувствовала, мне стало гораздо лучше. И тогда же я начала принимать БАДы и тоже почувствовала разницу между всякими отварами, которыми брали, и качественными БАДами. Насколько они реально помогали. Ну, и, конечно, не мудрено, что совсем забылся луково-медовый рецепт. Потому что гораздо проще съесть таблеточку, чем выжимать луковый сок. Ну, вот с тех пор, где-то, со второй половины девяностых, я регулярно принимаю БАДы, ну, и другие средства в сетевых компаниях. Компании были разные, но я всегда искала именно качественный продукт. А сетевые компании, это не только потому, что качественный продукт, но еще возможность заработать. Что тоже для меня было достаточно актуально в то время. Да и сейчас, в общем-то, я не против. Все это дало жить без больших проблем со здоровьем. Конечно, у меня есть наследственные проблемы, есть какая-то хроника, приобретенная в до-БАДовый период. Были проблемы от моей, можно сказать, безалаберности и лени. Но я как-то вышла из этой ситуации, нашла способ держать все под контролем. Дети тоже выросли без особых проблем со здоровьем. Удавалось как-то все приводить в норму без особых усилий. И используя в основном, опять же, нелекарственные средства. В первой компании, с которой начался мой сетевой путь, было хорошо поставлено обучение по проблемам здоровья, применению соответствующих травных формул. То есть, сначала рассказывалось, почему возникает какая-то проблема со здоровьем, каким образом она возникает, что там происходит, и каким образом БАДы помогают ее решать. То есть, достаточно такая хорошая подготовка общая была. Мне это было очень интересно. Также удалось в 2004 году пройти специализированный курс лекции от Академии медицинских наук. Называлось это все «Применение биокорректора в качестве нелекарственных оздоровительных продуктов». И была присвоена квалификация «Специалист по использованию нелекарственных оздоровительных продуктов», о чем было выдано свидетельство о дополнительном образовании. И эти знания я постоянно применяю на практике. И со временем у меня накопился достаточно большой опыт в этой сфере. Но лечением я не занимаюсь. И я лечением перестала заниматься именно после этих курсов. То есть, я могу, конечно, что-то порекомендовать, что-то посоветовать, но ответственность за результат я не беру. Сейчас, что сейчас? Сейчас я продолжаю следить за своим здоровьем, держать все под контролем, все в норме. Опять же, в основном использую нелекарственные оздоровительные средства. Ну, в основном, потому что бывают случаи, когда без лекарства не обойдешься. Я не фанатик того, что вот только БАДы и больше ничего. Как-то все надо в разумных пределах. Вот на данный момент это эфирные масла, то, что я сейчас активно этим пользуюсь, и продукты на их основе. Эфирные масла очень удобны для пользования, потому что это аромат, в первую очередь. Во вторую очередь, это можно принимать внутрь. А так как я уже как-то привыкла помогать детям в этой области, ну, сейчас у меня в основном внуки, то я уже давно столкнулась с той проблемой, что дать какую-то таблетку, особенно невкусную ребенку, ну, это себе дороже. А вот просто включить диффузор с эфирным маслом, это запросто. Всем приятно, все довольны и получают результат. Итак, сейчас мне немного за 60, практически не болею. Мелкие проблемки по здоровью решаются с помощью ароматерапии, суставной гимнастики и медитации. Потому что в свое время я успела позаниматься и цигун, и ходила на курсы Норбекова. Ну, далеко у меня не ушло, но какие-то основы я оттуда взяла и с успехом применяю. Активно занимаюсь сдачей, любимыми делами. У меня их достаточно много, много творческих дел, внуками. Можно сказать, я вплотную подошла к активному долголетию. Ну, а на этом я сейчас закончу. Задавайте вопросы, если что-то интересует. Всем вам всего доброго, ну и, конечно, здоровья. Да, на видео это я пошла в магазин. Сняла, чтобы просто не очень было скучно слушать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.